Вакцинация – главная профилактика против вируса гриппа. Кажется, что эта фраза прочно закрепилась на подсознательном уровне. Настолько часто об этом говорят доктора. Одни относятся к этому заявлению скептически, другие спешат привить себя и своих детей, надеясь благополучно перезимовать. И число сознательных в этом вопросе родителей увеличивается. Например, в этом году, по данным врачей первой детской поликлиники, было привито 17 тысяч детей. Среди них Дарья Селищук, которая сегодня пришла на плановую прививку. Ее мама Инна – медицинский работник, первым делом позаботилась о том, чтобы защитить свою дочь от гриппа. Однако вакцинация – это полдела. Важно поддерживать иммунитет и другими способами. Гуляем часто, прогулки на свежем воздухе, дома влажная уборка, частое проветривание. Лук, чеснок едим. Стараемся поменьше контактировать с больными людьми. Здоровый образ жизни ведем. Цель вакцинации не состоит, чтобы избавиться от гриппа вообще. Вакцинируя детей против гриппа, мы преследуем самое главное. У нас уменьшаются случаи тяжелого заболевания гриппом и меньше осложнений против гриппа. То есть, меньше дети болеют после гриппа пневмониями, синуситами и другими очень сложными осложнениями. Там, менингит, заболевания почек, печени и так далее. Кроме того, дети, имеющие хронические заболевания, тоже будут иметь меньше осложнений своих сопутствующих заболеваний. Кстати, лучшая вакцина от гриппа для грудного младенца – молокомамы, содержащие антитела, которые защищают малыша от опасного вируса. Но взрослые должны знать, что пик заболеваемости приходится на оттепели, поскольку при температуре около нуля инфекция сохраняется до месяца. Благодаря такой живучести грипп может распространяться разными способами. Например, источником заболевания могут быть самые обыкновенные деньги. Согласно исследованиям, вирус живет в кошельке до 17 дней. Аналогичная история и с элементарной салфеткой или носовым платком. Инфекции в них находятся примерно 12 часов. Поэтому, чтобы не заразиться гриппом, а содержимого собственного кошелька, достаточно просто чаще мыть руки. При условии, что вы вошли в число жителей Брещины, которые сделали себе прививку от вируса. В этом году их количество превысило 538 тысяч, что сыграло положительную роль в эпидемиологической ситуации в области. На сегодняшний день, начало декабря, у нас заболеваемость острыми респираторными инфекциями находится на неэпидемическом уровне и характеризуется низкой интенсивностью эпидемического процесса. По результатам вирусологического мониторинга у нас на территории области пока циркулируют негриппозные респираторные вирусы. То есть регистрируется у нас пока только заболеваемость острыми респираторными инфекциями. По наблюдениям докторов, заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране снизилась десятки раз по сравнению с допрививочным периодом. И с каждым годом число приверженцев вакцины растет. А значит, есть все шансы благополучно перезимовать еще не одну студенную пору.